Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове, сегодня пятница, в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько, ну так неожиданно немножко, обычно мы с Николаем Голиковым тут по пятницам присутствуем, но Николаю, мы сегодня дали возможность немножко отдохнуть. Да? Он отдыхает? Ну, я так. Хоть что-то сказать, хоть как-то оправдать. Нет, на самом деле у Николая дела сегодня, в связи с которыми он не может здесь присутствовать. Но так или иначе, мы-то здесь, и дневной разворот, конечно же, будет. По традиции по пятницам разворот у нас длится всего лишь один час, а вот с 12 часов у нас начинается программа Культпоход. Точно так же будет и сегодня. К нам придет сегодня в гости директор галереи прогресса Дмитрий Шиляев, и он будет анонсировать те мероприятия, которые в галерее пройдут в ближайшее время. Я надеюсь, что состоится у нас интересный разговор. Ну и кроме того, Культпоход это же викторина, у нас есть масса вопросов, масса призов. 211-101, будем задавать эти самые вопросы, и за правильный ответ вы сможете получить то, что пожелаете. Билеты всевозможные, книжки, так что будет интересно, красиво. Да, а в первом часе у нас тоже хорошая тема, замечательная просто. Дело в том, что мы очень много говорим о чистоте в нашем городе, и уже... Ты хочешь предложить перестать об этом говорить? Не знаю. Давайте перестанем уже говорить о чистоте, потому что ничего не меняется. Мы просто в другом ракурсе сегодня возьмем эту тему. Но вы помните, к нам в среду, в среду же, Володь, да, Вячеслав Николаевич Сибаков к нам приходил в среду? Вячеслав, я вообще с ним, мне кажется, не расстаюсь в последнее время. Вот вчера... Ну, если еще вспомнить, проект 30 скверов... Да, а вчера вот мы были с Вячеславом Николаевичем на заседании общественного совета в 13 микрорайоне Октябрьского района города Кирова. Что это такое 13 микрорайон Октябрьского района города Кирова? И я не знала, Володя. 13 микрорайон в Октябрьском районе города Кирова. И там заседал вчера общественный совет. Этого самого микрорайона? Да, и у меня на столе повестка дня. Состав участников очень представительный. Кстати, я сегодня буду про это рассказывать. И одним из пунктов повестки дня, вторым пунктом был месячник по благоустройству территории округа. Месячник по благоустройству территории округа. Ты понимаешь, докладчики разбирали... Это основная тема была? Нет, там было несколько тем, вот четыре серьезных темы. Одна из них как раз была обсуждение комплексного благоустройства оврага по Сутырино. Вторая месячник по благоустройству территории округа. Информация о работе детской и юношеской спортивной школы. Там докладчик был новый директор школы номер три. И развитие спорта на дворовых территориях. Причем очень тоже было интересно. Я просто впервые... Какие-то разноплановые такие темы. Я впервые побывала на таком заседании общественного совета. А это где территориально? Это 13-й район. Это Филейка. Филейка непосредственно. Это Филейка. И я была, честно говоря, поражена. И большое уважение у меня вызывают эти люди, которые занимаются делами своего микрорайона. Они выслушивают людей, чего они хотят. Сами что-то предлагают. И выносят конкретные решения. Ты понимаешь? Вот там есть и какой-нибудь дядя Ваня из соседнего подъезда, который пользуется уважением своих соседей. Авторитет. Есть, например, Александр Иванов, генеральный директор АВТЭКа целого. А возглавляет совет Михаил Исупов, ИО, министр образования Кировской области. Ты понимаешь? Общественный совет, я не понял, это при каком органе? Или просто сборище активных людей и все? Нет, я так понимаю, что это при территориальном управлении. А, при территориальном управлении Октябрьского района? Ты знаешь, хороший вопрос. При территориальном управлении, скорее всего. Но там реальные общественники. И причем такие общественники, ты это видишь, серьезные очень. Ну что по итогам-то решили? А вот мы сейчас спросим, что по итогам решили. Что касается конкретно второго вопроса, помещенщику по логоустройству территории округа, мы спросим у Михаила Назарова. Михаила Назарова, председателя ТСЖ АВТЭК, это по улице Сутырина, дом 3. Он же, между прочим, председатель ТОС Сутырина, 3. Михаил Васильевич очень активный человек. Нам интересно, как люди выходят на субботник. И еще нам очень интересно, сейчас слушателям задаем вопрос, внимание, 211-101. А как вы относитесь к тем, кто выходит на субботник? 211-101. Ваши отношения к людям, которые в свободное от работы и других занятий время, выходят, берут всевозможный инструмент в руки и облагораживают, чистят ту самую территорию, на которой живут. Да. Или рядом, которая находится. Да. Ну давай сейчас с Михаилом Васильевичем поговорим. Михаил Васильевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в прямом эфире. Мы сегодня хотим поговорить о вашей работе в плане благоустройства, о том, как вы собираете, поднимаете людей на это дело, как это все происходит. Расскажите, пожалуйста, очень интересно. Опытом поделитесь. В общем-то, вы знаете, делиться-то нечем. Почему? Особенно делиться нечем. Просто все ведь зависит от людей. Вот стараемся так, чтобы организовать, вот субботники каждый год делаем. Да, Михаил Васильевич, давайте так. Вот смотрите, на дворе 2017 год. 15 числа, первый субботник общегородской, потом еще 22 и 29, мы про апрель месяц ведем речь. Давайте, как было и как стало. Вот лет пять назад, как люди на субботник выходили? А, вот об этом, да, этому есть, и об этом можно поговорить. Значит, вот я четвертый год уже, как председатель. У нас дом большой, Сутырина 3. Дом большой, семиподъездный. Это 200 метров где-то его длина, и территория очень большая. И людей много. Сначала очень как-то неохотно выходили люди на субботники. Что говорили? Ну, потом... Что говорили? Почему не выходили? Ну, как-то не было, вот, видимо, организации такой не было, в которой люди не видели, что какие-то благоустройства делаются. А потом, когда мы подключили людей, стали сами активно выходить члены правления на субботники, на разные мероприятия. Стали... Ну, в таком порядке. То есть... И сейчас вот, в данный момент, вот, последние три года, столько народу выходит, что у меня метел не хватает. То есть, Михаил Васильевич, изначально вы создавали некую инициативную группу, группировку, да, несколько человек. И начинали... Изначально вы создали некую инициативную группу, мы правильно понимаем, состоящую из нескольких человек. И она начала что-то делать, в том числе прибираться, и люди, другие... Да, 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 обязательно. Без этого как-то ничего не получится. Остальные жильцы это начали видеть и стали тоже приобщаться к вам добровольно. Так получается? А? Остальные люди просто увидели, что вы этим занимаетесь, и стали выходить, стали выходить помогать. У нас стало получаться, что у нас стала территория благоустраиваться. ППМИ участвовали один год. Выиграли ППМИ. А что именно сделали в рамках проекта поддержки? А сделали тротуары, сделали брусчаткой у подъездов, обустроили. Михаил Васильевич, а скажите, пожалуйста, вот что касается уборок, да, вот субботников. У вас они тоже такие сезонные весной, например, и осенью? Или вы как-то регулярно выходите и летом, и зимой что-то делаете? Нет, у нас мы делаем порядка два раза мы делаем субботники. Один раз это у нас, как постоянно в апреле месяце перед майскими. Мы это делаем в 20-х числах. Сначала я провожу собрание, собрание собираем, мы решаем, на какое число будет субботник. Подготавливаем инструмент, прочее. А потом еще у нас субботник бывает по благоустройству детской площадки. Это я уже приглашаю молодых родителей. Так, Михаил Васильевич, скажите. Молодые родители участвуют вместе с детьми, участвуют в этих мероприятиях. О, это очень важно, что вместе с детьми. А вот на весенние субботники тоже семьями выходят? Или выходят только... Очень много, детей очень много. Мы делаем как? Я выставляю музыку, у нас играет, у нас весело бывает. А вот ключевое слово, Володя сказал, добровольно выходят. Вот за 4-то года приходилось как-то принуждать людей, стучаться в квартиры? Нет, не приходилось. Сначала просто люди были как-то пассивны. Но потом я еще раз говорю, люди увидели, что мы что-то... Вот инициативная группа что-то делает. И поэтому стали люди сами добровольно выходить и сами участвовать. Поверили вам, да? Да, поверили нам. А изначально не было такой истории, что чудаки... А до этого, до нашей инициативной группы, как-то было все пассивно. У меня еще вопрос, Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, чисто, как известно, там, где не мусорят, но есть такие нерадивые люди, которые все-таки выбрасывают что-то, не прибирают за собой. У вас вот в этом инициативном сообществе есть какая-то, не знаю, система отслеживания тех, кто мусорит? Вы их как-то порицаете, вызываете на разговоры или все у вас как-то добросовестно в этом отношении? Я понял вопрос, я понял. У нас вот, кроме вот как меня, председателя, у нас есть еще старшие по подъезду, и вот которые, ну, они обычно все члены правления, вот, ну, и они как бы по подъезду, по всему, там же больше людей уже знают, лучше знают своих соседей. Ну, и как-то, да, бывает, что и когда мы обходим в квартиры, там, по проверке счетчиков и все, если какие-то замечания к кому-то есть, то мы их выскаживаем, не боясь ничего. То есть соседи говорят соседям? Да, конечно, сами отслеживают, да. Автомобилисты у вас там как себя ведут? Я, кстати, неспроста спрашиваю, потому что очень часто наблюдают... Там автомобилист. А, да, очень часто вижу такую картину. Вот стоит машинка, да, у подъезда. Решил водитель там залить какую-то техническую или долить какую-то техническую жидкость. Долил, а канистрочку здесь же выбросил. А, ну, у меня проблема сейчас с этими, с водителями. И проблема только в чем-то, что зимой, когда чистишь снег, то приходится лично даже с ними разговаривать, чтобы они убирали машины. Да, чтобы не мешали технике убирать. Да, не мешали уборке снега. И прошу всех, чтобы писали, у лобового стекла писали номер телефона на всякий случай, чтобы я мог дозвониться до них или кто там, если мешает машина. Но с этим боремся, пока никак не получается. Понятно. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Спасибо ударного вам субботника. И мы очень рады, что у вас такой дружный дом. Назаров Михаил Васильевич был с нами на связи. Заместитель председателя общественного совета и председатель ТОС Сутырина-3, председатель ТСЖ АвиТЭК. Это все район Филейки. Сейчас прервемся буквально на одну минуту. 211-101. Рассказывайте, пожалуйста, как вы относитесь к людям, которые выходят на субботник? Вы их порицаете или вы их уважаете? Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь студия Владимир Сметанин и Светлана Занько. И нам интересно, как вы относитесь к людям, которые выходят на субботники? Как вы к ним относитесь? Считаете ли вы, что это правильно? Или вы в прямом смысле к ним относитесь? Да, может быть, вы сами в их рядах. Считаете ли вы, что это правильно? Нужно выходить на субботники. И чем чаще мы будем выходить, тем чище будет наш город. Или вы считаете, что мы не обязаны выходить на субботники? У нас есть город. У нас есть управляющие компании. У нас есть отдел по благоустройству. Мы, в конце концов, платим деньги. И почему мы должны выходить на субботники и делать за кого-то их работу? Вот, 211-101. Вот такая мысль, не слишком новая такая, да? Потому что регулярно возникает на протяжении многих лет. Интересно, как меняется сейчас отношение к этим вещам. Ну, а конкретный повод поговорить об этом, это у нас утвержденные вчера главой администрации Кировской, утвержденные официальные даты общегородских субботников. 15, 22, 29 апреля и еще в мае 6, 13 и 20 пройдут. У нас есть телефонный звонок. Алло. Алло. Алло, это наш коллега, да? Наш коллега Мария Кожевникова, которая из замечательной истории. Нас предупредил, да? Да, про мужчину, который там что-то сделал. Маша, ты нас слушаешь, да? Тебя задела эта тема. Да, я слушаю и вот услышу вопрос. Я вспомню просто историю из села, из которого я родом, в Уржунском районе. У нас там есть один мужчина, в возрасте очень активный, он постоянно делает какие-то вещи, благоустройство села бесплатно на собственной инициативе. Однажды он вырубил полностью весь бурьян в центре села и после этого получил на всю жизнь прозвище «Волонтер». То есть оно какое-то было такое уничижительное прозвище, что ли? Да, с каким подтекстом-то? Негативным, положительным? Да, может быть, в какой-то степени, да, и с негативным подтекстом. И после этого думаешь, стоит ли, может быть, не стоит, может быть, кто-то боится из-за этого, из-за того, что смеют его выйти вот так вот на субботник и сделать что-то. Ну, этот человек, он, несмотря на то, что... А он нет, он не боится и не расстраивает, что он... Несмотря на то, что он получил это прозвище, он продолжает творить добрые дела? Да, продолжает. Я не хочу сказать, что все в селе плохие, ведь многие на субботники выходят, но не все. А чистота будет только тогда, когда все за это будут бореть. Маша, сама тут выходишь на субботники, скажи честно. Выхожу, да, да, когда работала в редакции газеты, мы ходили, помню, в Александровском парке. А как село называется? А как село называется, откуда ты рода? Село Лапьял. Село Лапьял. И там у вас есть волонтер. С большой буквы, да? Да. Срочно в студию его. Понятно. Спасибо большое, Марш, за комментарий. Ну вот, посмотрите, история какая интересная, да? То есть человека, можно сказать, обозвали волонтером, поскольку не одобряли его такой самостоятельный, да, ход, вот этот вот порыв души. Почему не одобряют, кстати, интересно? Как вы думаете? 211-101. И как вы относитесь к людям, которые выходят на субботники? Они вам нравятся? Вы разделяете их такие устремления? Или вы считаете, что это неправильно? Что таким образом они провоцируют власти, там, ответственные структуры, управляющие компании не выполнять должным образом свои обязанности и прибираться меньше, чем они должны это делать? Ты знаешь, даже у субботника есть, оказывается, такое определение в электронной энциклопедии. Это сознательный, добровольный, организованный, бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время. Сознательный, добровольный, организованный, бесплатный. На благо общества в свободное от работы время. Кстати, еще воскресники есть. Субботник, воскресник. Да? Он про то же? Мы больше употребляем термин субботник, но равнозначно, собственно, по сути, воскреснику. Кстати, через пару лет будет столетие со дня, когда в нашей стране прошел первый субботник. Прошел он, кстати, считается 12 апреля 1919 года. Замутили это все, извините. Железнодорожники. О! Да, они смену отпахали. Наступил выходной день, суббота. Они что-то посидели, чайку попили и решили, давайте обратно в депо вернемся и будем паровозы ремонтировать. Начиналось все железные дороги, началось закрываться с паровозом. Ты понимаешь, сознательно они это сделали. С паровозом. Сделали это сознательно. Так, еще раз напоминаем. Глава администрации Кирова Александр Перескоков утвердил даты весенних общегородских субботников. Это 15, 22, 29 апреля, 6, 13 и 20 мая. Как вы относитесь к людям, которые выходят на субботники? Вы их уважаете или вы их порицаете? Звоните, пожалуйста, рассказывайте свои истории. На самом деле, конечно же, мы все помним истории из детства. Я их тоже прекрасно помню. Весна и вот очистка территории, это такой, правда, был праздник. И вот когда Михаил Васильевич Назаров с Сутырина 3 рассказывал о том, что у них там праздник, музыка, выходят семьи с детьми. Из моей юности, из моего детства, это те же самые картины. Я вспоминаю, когда огромная территория у школы прибирается, звучит музыка, движок какая-то происходит. Ты знаешь, у школы это, не знаю, там сознательный был выход на субботники, добровольный. А ну а что? Вот составляющая добровольности. Хороший теплый денек в конце апреля или где-то в начале мая. Здорово. Если вместо уроков. Размяса, да. Вместо уроков. Нет, все-таки после уроков. После уроков. После уроков это делать все было. Но там еще к добровольности вопрос большой, на самом деле, был в школах. Да как-то вот в этом возрасте не задумываешься. Добровольно, недобровольно. Весна, девчонки красивые. Вот, пошел и все. Ну вот правда же, за территорию отвечают, отвечают. Мы платим даже за это деньги, чтобы их прибирали. Территорию возле домов? Возле домов, так и возле школ тоже. Да где угодно. Разве есть бесхозные территории? Есть территория общего пользования. А у меня другая мысль, которую я тебе высказал. Вот есть ведь люди, которые не мусорят. Да? Есть такие люди, которые не мусорят? Не знаю. А есть люди, которые мусорят? Вот может быть, каким-то образом к мусорящим присматриваться и какие-то меры предпринимать? А кто будет присматриваться? Ну, надо как-то вот совершенствовать систему, выстраивать. Может быть, даже ужесточить наказание. Вот, ты понимаешь? За то, чтобы не бросали, не кидали. Как в Сингапуре. Доносили до мусорного контейнера, до мусорного бака. Как в Сингапуре, да? За каждую жвачку. И наказывать потом этого человека теми же самыми общественными работами. Наказывать общественными работами. Уборкой. Уборкой. Вот брать на галочку. Так, 15 апреля ты будешь в строю тех, кто пойдет на субботник. Если не будет, влепим еще что-нибудь пожище. Кто будет их выявлять-то и наказывать? 211-101. Как вы относитесь к людям, которые выходят на субботники? Правильно ли они это делают или наоборот неправильно? Звоните, пожалуйста, рассказывайте свои истории. Ну и скажите, вы пойдете на субботник? 15, 22, 29 апреля. Кстати, между прочим, когда Михаил Васильевич говорил о том, что теперь лопат на всех не хватает, это проблема. Вот когда город объявляет о том, что будет общегородской субботник, ты знаешь, куда ты за лопатой пойдешь? Вот если ты сознательно со своей семьей, женой и сыном пойдешь. А почему лопатой? Грабли, пожалуйста. Грабли, метла. Лейка. Там, не знаю. Ну, лейка, наверное. Рановато еще что-то поливается. Ну, вот собираются подсаживать. Дирекция зеленого хозяйства организует посадку деревьев. Кустарников. А, в этом смысле. Пропустил. Нет, ну, официально ведь заранее объявляется место, где будет это проходить. У вас висят объявления там? Почему? В СМИ. В СМИ эти информации. Где в СМИ? Информация есть. Ну, накануне вот этих самых дней проведения непосредственно общегородских субботников будет информация о местах, куда можно прийти и прибраться. Знаю, что инвентарь предоставляется. Да? И ты будешь дать этого сообщения в СМИ? Ну, я работаю в СМИ. А твой двор? Мне, наверное, проще. Я как-то, видимо, все время пропускаю эту информацию. В своем дворе я что-то не припомню. Как информация. Тут ты будешь ждать, когда СМИ объявляет место. А ты ходишь на собрания, на собрания общедомовые? Когда? Два раза в год. Ходить на них. Вот два раза в год, как положено. Я не на сутыре, на три живу. Да. То есть у вас нет такой организации в доме? Нет, к сожалению. Нет, к сожалению. Вот. Я даже не знаю, есть ли старший по дому. А уж тем более по подъезду. Да, по подъезду. А ты у жены спроси. Может, она ходит? А ты не знаешь. Может быть, кстати. Да? Может быть, но вот что-то я не припомню, чтобы в том дворе, где дом, в котором мы живем, располагается. Сейчас. Ну, вообще. Ты же в центре города живешь. В среднем по району, наверное, я так скажу. Ну, грязно. Не хуже. Конечно, грязно. Грязно. В целом грязно. И непонятно, будет ли субботник. 15-го будет. А, ну, то есть ты уверен? Да. Потому что рядышком же находится парк имени Кирова, с которым... Значит, у тебя рядом с парком я живу. Да, Ленинский район. И там-то уж ежегодно прибираются как раз-таки в эти общегородские субботники. 211-101. Пойдете ли вы на субботники общегородские? Как вы относитесь к людям, которые выходят на субботники? Называете ли вы их пренебрежительно волонтерами? Или теми, кому больше всех надо? Да, да, да. Или же вы, наоборот, поддерживаете, уважаете и сами вообще в рядах тех людей, которые выходят на субботники. Сейчас приверемся на короткую рекламу через две минуты в студии. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» в эфире. Светлана Занько и Владимир Сметанин в студии. Ты знаешь, я сейчас с увлечением начал читать, как субботники проходят в Москве. Хочешь, поделюсь? Да. Поделюсь. Там, вы знаете, своими словами перескажу, там не просто серия субботников, а это все превращается в какой-то грандиозный фестиваль под названием «Чистый город». Вот ты понимаешь, в прошлом году я с Вячеславом Николаевичем говорил как раз Симакову, что хватит ходить чиновникам с лопатами, и как будто бы они показывают пример. Надо праздник устроить. Смотри, для фестиваля разрабатывается специальная символика, фирменный стиль. Занимается этим известный, по-моему, дизайнер. Где-то слышал эту фамилию. Спецовки выдаются прямо по городу, ездят автомобили, и любому желающему выдаются спецовки. Инвентарь раздается, спецформа. А потом собирают это обратно. А вот я не дочитал еще до конца. Ну, в общем, это такое мероприятие, это такой вот вау. Правильно, потому что и должно быть вау. Не просто добровольный обязательный труд. Да, добровольный, бесплатный создательный рейд. А праздник, ощущение общего полезного дела такого. Вот, Володь, организованный, правильно, чтобы нам хотелось в этот день выйти и без устали перебирать наш город, при этом чувствовать сопричастность свою. А потому что, я не знаю, почему сейчас не звонят, 211-101, потому что в прежние времена звонили и говорили, какого черта мы должны выходить на эти улицы, в конце концов. У нас других дел полно. Между прочим, деньги мы платим. И есть люди, которые этим занимаются. И пусть прибирают, да. Я вижу, что у нас есть звонок. И мы сейчас на связи с Анной Тарасовой, руководителем одного из центров местной активности Октябрьского района города Кирова. Анна Анатольевна, добрый день. Добрый. Добрый день. Вот смотрите, скажите, пожалуйста, у вас все четыре выполняются пункта добровольный, сознательный, бесплатный и организованный труд на благо общества. Вот такое определение субботнику дают. Добровольно выходит народ на субботники у вас? Да, смотрите. Там, где создан ТОС, территориально-общественное самоуправление, там люди выходят, их даже не надо звать, им не надо говорить. Они уже каждую весну, как только растаяло, объявляют субботник, выходят всем домом. Ну, конечно, самое сознательное население дома. Выходят, берут перчатки, у них уже есть хозинвентарь свой, лопаты, грабли, все, что им нужно. Выносят мешочки, проводят субботник, все это складируют около контейнеров. Тут проблем вообще нет. Подождите, складируют возле контейнеров. Вы не заказываете специально отдельный контейнер? Да, получается так, что отдельных каких-то контейнеров нет. И когда они организуют субботник, они, конечно, ставят в известность свою управляющую компанию о том, чтобы она потом этот мусор вывезла. То есть проблемы нет, организуется нормально, мусор вывозится. Ну, при наличии талонов вывозится вовремя. А другие дома, где ТОСов нет? Ну, вот здесь более проблематично все проходит, потому что во многих домах, где нет председателя совета дома, где не создан ТОС, где вообще не соорганизовались никаким образом, там немножко посложнее. Там люди ждут, когда придет управляющая компания, дворник, например, и все приберет. Но дворник, он прибирает определенные места, это дорожки какие-то, дорога, либо парковочные места. А вот зеленые зоны иногда остаются неприбранными. Ну, тут уже тоже пытаемся вывесить объявление, что, уважаемые, выходите на субботник. Работа с населением в этом направлении проводится таким образом. То есть сознательность пока еще там не на высоте в таких домах, где ТОСов-то нет? Можно сказать, да. Они ждут, что придет управляющая компания и сама все приберет. А как меняется ситуация? То есть только с моментом, когда появляется инициативная группа, и когда организуется, например, ТОС или правильное ТСЖ, только в этом случае что-то меняется, да? И труд превращается в праздник. Да, в основном, где создан ТСЖ, либо ТОС. У меня есть такой ТОС, Советская, 94, председатель Перминова Нина Васильевна. У них там и ТСН, и ТОС. Так они не только свою территорию придомовую вылизывают и прибирают. Они выходят еще и на муниципальную землю, и там все прибирают. А скажите, вот что сопровождает в таких домах, где есть инициативные группы, где уже сознательность на высоте, что сопровождает субботник? Устраивают ли они какой-то праздник, музыку, выпечку, я не знаю, чем потом награждают своих соседей, да? Вот где там? Угу, я вас поняла. У нас, также я вам с примерами ТОС, Карла Лепник, 106, замечательная председатель Савиных Наталья Александровна. Она молодая, после субботника они всегда выносят стол, детям лимонад, когда дети участвуют, печенье. То есть они устраивают действительно праздник в конце рабочего дня, как раньше были дождинки, называлось, после уборки урожая, так и здесь, после приборки территории они устраивают праздник. А вот вы сказали, что у вас люди уже выходят со своими перчатками, со своими лопатами, а город-то и управляющие компании там что-то предоставляют, какой-то инвентарь? Это по заявке председателя совета дома. Управляющая компания привозит и носилки, и грабли, все, что необходимо для субботника по заявлению. То есть все равно люди должны организоваться, должен быть какой-то там инициативный человек, который пишет заявление? Обязательно. Потому что не просто какой-то инициативный, а у него должен быть статус определен, его должны выбрать люди, и у него там должен быть закрепленный статус. Вот Володя здесь... Не обязательно. Смотрите, есть просто инициативный человек в доме, он не председатель, он просто активист сам в себе такой. Ему хочется прибрать. Пожалуйста, он тоже может взаимодействовать с управляющей компанией в этом направлении, договориться о том, чтобы привезли хозяйственный инвентарь, повесить объявление о субботнике, и все, вперед за родину, территория прибрана. А все управляющие компании в полном объеме предоставляют требуемые инвентарь, мешки там мусорные? Все. У всех управляющих компаний это имеется в наличии. А вот еще раз, Володя тут зачитывал нам, как в Москве проходят субботники, у них там фестиваль целый, чистый город, праздники, концерты, у них даже логотип разработан под это дело. Вот нам все это, как вы думаете, нужно такую объединяющую акцию во всем городе, чтобы вот тоже с такими атрибутами и аксессуарами проходил субботник? Или достаточно проводить в той форме, в которой сейчас проводится? Ну, я думаю, что эта идея очень хорошая, и музыку, и на городские субботники, чтобы выходило население, не только прибирало свою собственную... Сувениры, вот продолжаю читать дальше, сувениры различные раздаются, авоськи раздаются даже, чтобы не пользовались пластиковыми пакетами. Я думаю, что идея хорошая, я бы поддержала. А скажите, а есть такие люди, которые, наоборот, порицают выходящих на субботник и говорят, мы деньги платим, пускай управляющая компания это делает, зачем вы выходите? Ну, всегда найдется такой один человек, который недоволен вообще, в принципе, всем в этой жизни. Я думаю, что не стоит обращать внимания. А, то есть есть, но они единичные. Понятно. Спасибо. Спасибо, Анна Тарасова, руководитель одного из центров местной активности Октябрьского района, областного центра. А вот эта история, Володь, про фестивали, вот это все-таки история, которая, наверное, не снизу, а сверху идет. То есть вот Москва... То есть чиновники, ты думаешь, да? Да, вот в Москве, как проходят все эти там у них акции и проекты, решают, что будет там красивый двор, красивая улица, московский дворик, вот у них есть там еще что-то. Еще одну фишку нашел. По итогам субботников, кстати, период субботников в Москве начнется ровно через неделю и продлится месяц. У них там в том числе и по итогам субботников есть фотоконкурс «Чистый двор, чистая Москва». Вот, вот. Самый чистый двор определяется и полезные подарки написаны. То есть это серьезный проект. Такой большой проект. Люди должны мотивироваться. У нас есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Казаков Александр Николаевич. Тема у вас сегодня потрясающая, конечно. У нас правда нет. Град, что приходится вас слышать всегда за рулем. Значит, что хочу сказать. Девять лет назад я был на приеме у нашего тогда бывшего градоначальника, гражданина Быкова. И передал ему пакет предложений, в том числе по субботникам. Я предлагал, условно говоря, город разбить на квадраты. Эти квадраты поручить предпринимателям, чтобы именно они прибирали эту территорию. И за апрель и за май с них не брать какой-то местный налог. Предложение потрясающее. Оно действует в некоторых уральских городах. Но, к сожалению, вот у нас это было неуслушано. А при том, что здесь не просто субботники, а люди в течение всего года. Да, да, да. Они стали следить за территорией. Не дай бог туда курочки кинет, в общем-то. Да, спасибо, Роман. К сожалению, время подошло к концу. А я просто в конце скажу, что... А я хотел еще одну информацию озвучить. Володь, это очень важно. Просто вчера мы возвращаемся к заседанию общественного совета в микрорайоне 13 Октябрьского района города Кирова. Там как раз представители АВИТЭКа говорили, вот эта территория сквера вокруг самолета, которую в конце концов благоустроили, отреставрировали и городу передали. В итоге, когда передали, он снова стал захламляться грязью. Я вот тогда не задала этот вопрос, но подумала, а почему бы вам было не взять тогда на себя обязательства по вот этой территории? Ну, правда. Нам пора завершать программу «Дневной разворот». Мы вернемся уже во втором части. Это будет программа «Культпоход». Готовьтесь общаться с нами, отвечать на вопросы и выигрывать призы. Продолжение следует...